Здравствуйте, коллеги, с вами Исяков Роман, компания Admiral Markets и рад приветствовать вас на нашем новом видео. Сегодня мы поговорим о том, как закрылся квартал на фондовом рынке и, в целом, что нас может ожидать уже в ближайшие несколько месяцев, в первую очередь, по фондовому рынку, ну и также расскажу о своих планах и торговых идеях на ближайшее время. Итак, всем добрый день, перед началом напомню, что если вам нравится это видео, не забывайте ставить лайк, ваши вопросы оставляйте в комментариях. Итак, сейчас уже мы с вами понимаем то, что последний квартал, который был на американском фондовом рынке для индекса S&P 500, Dow Jones 30, Nasdaq – это лучший квартал за последние 20 лет. Это сообщение, как раз новая информация была опубликована на сайте CNBC. Ну, собственно, да, это были хорошие три месяца, но что мы можем ждать дальше. Давайте теперь поговорим о том, что уже у нас, как закрылся квартал, собственно, по индексу Dow мы видели рост на 17%, это был лучший квартал с 1987 года, индекс S&P 500 вырос на 20%, это был лучший квартал с 1998 года, ну а высокотехнологичный Nasdaq вырос на 30% и это был лучший квартал с 1999 года. То есть рынки восстанавливались после спада, понятно, что за быстрым падением, следовало такое же быстрое восстановление, экономику насыщали деньгами, но, собственно, это все продолжалось весь квартал. Вот дальше остается самый большой вопрос, а что же будет, собственно, дальше в ближайшее время. Пока вчера также было заявление от Фаучи, это главный эпидемиолог, можно сказать так, США, который сказал то, что возможно, что в США рекорд заражения дневных случаев может дойти и до 100 тысяч, безусловно, что сейчас ситуация вокруг коронавируса, она остается под пристальным вниманием и фактически на этом будет основано уже дальнейшее действие. Сейчас на текущий момент уже ряд штатов, порядка 12 штатов поставили на паузу процесс переоткрытия экономии как раз, так как случаи заражения увеличились там порядка на 40%. Ну и сейчас давайте посмотрим, что происходит в текущий момент, что происходит онлайн по заражению. То есть сейчас 10 миллионов 450 тысяч и США, как на текущий момент фактически главный драйвер в данном распространении коронавируса, вчера 41 тысяча, позавчера 38 тысяч, но все равно сейчас мы видим то, что опять новые рекорды, то есть фактически выше тех, которые были в марте-апреле уже их переписали. Поэтому сейчас в США также начинается сезон отчетов, компания будет отчитываться за второй квартал. У многих он был достаточно негативный, у технологичной компании он был более позитивный. Поэтому здесь опять же, если рынки воспримут эту ситуацию позитивно, то есть не будет каких-то серьезных убытков, то скорее всего фондовые индексы и дальше продолжат расти. И возможно, как также вчера заявил Пауэлл, тех стимулирующих мер может быть недостаточно, то есть тех трех триллионов, которые уже раздали, условно раздали, то ФРС будет делать еще финансовое вливание. То есть все эти данные как раз могут стать драйвером роста. Но пока на текущий момент мы с вами видим то, что рынки фактически не могут определиться с направлением. То есть сейчас последние пару недель мы не видели никакие серьезные движения как ни вверх, так и вниз. То есть рынок замирает в боковике. Ну а теперь давайте посмотрим уже непосредственно в метатрейдере и поговорим, что происходит на текущий момент сейчас. Лично для меня, то есть уже можно подвести итог июня. Июнь для меня был фактически самым убыточным месяцем за последние полтора года, что у нас существует данный проект трейдера. Огромное количество сделок было закрыто в минус, то есть также большинство, но опять же здесь в первую очередь спасают контроль над рисками. То есть да, сделок было много, много было отрицательных сделок, но фактически большинство из них были менее закрыты меньше, чем один процент, так как я старался этот риск нивелировать соответственно при открытии позиций и минимизировать их при первой же возможности. Соответственно сейчас я взял небольшую паузу. Я тоже сейчас расскажу, что я имею в виду, потому что рынки фактически у них может быть равнонаправленное движение как и вверх, так и вниз. Вот пока цена не определилась с этим, пока здесь я сделок открывать не буду и точно что не сегодня. Поэтому давайте пройдемся как раз по основным инструментам и я расскажу о том, что сейчас на рынке, как мне кажется, происходит. По евро-доллару, то есть да, здесь мы с вами видим с одной стороны на дневном таймфрейме восходящее движение, но цена торговли сейчас довольно-таки близко к среднему значению, то есть к данной скользящей средней, которая фактически отражает справедливую цену. То есть сейчас евро-доллар стоит справедливо. То есть здесь важно как раз открывать сделки, например, на покупку, когда цена находится вблизи нижней границы данного канала, то есть когда цена недооценена, то есть когда актив недооценен, а продавать, соответственно, когда актив переоценен. И такие сделки, как, собственно, мы видим также и по моей истории, они оказываются более эффективными. Соответственно, сейчас, так как мы находимся практически по справедливой цене, то сделок здесь я открывать не буду. Но в целом по евро, что мы здесь видим? То есть опять же, с точки зрения часового таймфрейма, мы видим с вами вот этот боковик, то есть колебания вокруг отметки 1.1.75. Я пробовал покупать, то есть как раз вчера сделку закрыл руками уже после того, как цена смогла закрепиться ниже отметки минимальной значения 29-го числа. Ну, возможно, стоило подождать, потому что цена до стоп-лосса не дошла и, по крайней мере, сейчас была бы в небольшом плюсе. Но, тем не менее, ситуация поменялась. Здесь я вышел из этой позиции сознательно, чтобы не держать рискованную позицию. То есть здесь всегда у нас в трейдинге с вами есть очень большой плюс. Избавиться от рисков мы можем очень просто. Просто закрыв позицию, если появляются какие-то сомнения, если появляется какое-то непонимание. То есть вот что в данном случае было со мной вчера. Поэтому я просто принял решение закрыть позицию и пересмотреть еще раз на рынок уже свежим взглядом, не имея открытых сделок. То есть здесь это периодически помогает. Да, цена может уйти и дальше вверх, но здесь не в этом собственно дело. Поэтому вот на текущий момент, то есть мы в принципе по часу смотрим вниз. То есть не ушли ниже отметки 1.11.90, 1.11.70. Но и пока как раз восходящего движения здесь мы не показали. Соответственно здесь, если говорить о продолжении роста, то по крайней мере здесь нам нужно будет увидеть закрепление выше максимумов, которые были сформированы вчера. И тогда дополнительно как раз триггер на продолжение роста здесь у нас будет получен. Потому что сейчас пока мы больше смотрим вниз. Ну вот по отношению последних двух дней. Если ситуация поменяется, то соответственно дальше уже после восходящего движения. То есть я буду искать также возможности для открытия сделок на продажу. То есть вблизи области сопротивления. Но для меня все-таки здесь более интересно и более предпочтительно еще одно движение вниз. То есть примерно в область 1.10. И вот оттуда уже покупать будет гораздо более интересно. По паре британский фунт, американский доллар. Вот здесь цена находится в чуть более интересном положении. То есть здесь общее движение у нас сохраняется восходящее. Сейчас цена торгуется ниже своей справедливой цены. Соответственно здесь покупки в принципе могут быть довольно таки интересны. Вчера мы закрепились, ну точнее, ну вот закрепились последние несколько торговых часов выше максимума, которые были сформированы 29 числа. Но вот в принципе по британской валюте здесь я для себя бы покупки рассмотрел. Но скорее всего небольшим объемом и как минимум в движении на 50% от текущего диапазона. То есть вот где-то по текущей цене здесь я бы вошел. Давайте вместе поставим как раз отложенный ордер 1.22.48, 1.22.48 ставлю стоп-лосс и опять же посмотрю, чтобы это было ну не меньше чем, не больше чем пол процента. Ну здесь вот немножко больше, поэтому здесь на случай все-таки если будет как раз вот это еще одно движение вниз, по британской валюте мне кажется ситуация чуть более интересная, чем по евро. то есть вот отсюда я бы вошел. То есть ну вот текущим объемом с целями соответственно ну максимальная цель 1.27.60, минимальная цель движения по крайней мере на 1.25.30. И тогда здесь вот этот диапазон в принципе выглядит довольно-таки неплохо. По паре американский доллар, канадский доллар здесь общее движение пока сохранится нисходящее. То есть продавать было комфортно опять же выше справедливой цены. То есть сейчас уже мы перешли в фазу нисходящего движения. Соответственно вчера как раз был получен вот данный импульс, который подтвердил продолжение данного сценария. Но ретеста здесь не произошло, поэтому точек для входа какие-то здесь интересных не было. Но в целом сейчас сохраняется нисходящее движение, что в принципе исходит от роста как раз фондового рынка. То есть что мы видим сейчас. Поэтому по данной паре здесь я тоже пока остаюсь вне рынка, потому что хорошие уровни были выше. Ну собственно цена входа не дала. А вот уже вблизи поддержки например там на 1.3370 уже возможности покупок будут чуть более интересны. По паре американский доллар, японская иена. Здесь у нас сохраняется вероятность опять же боковика. У нас здесь область поддержки присутствует на 105.90 и область сопротивления как раз на 108.23, от которой сейчас как раз пара американский доллар, японская иена пытается отбиться. Соответственно в принципе вариант покупок, продаж, прошу прощения, здесь возможен, но не по текущим ценам. И пока у нас нет подтверждения как раз пока цена не закрепилась ниже минимумов вторника. То есть ниже минимальные значения, которые мы видели вчера. Если это произойдет, если последует обратно возврат в данную область, но цена не уйдет выше максимальной значения сегодняшнего дня, то возможно продажи здесь будет иметь смысл рассмотреть. Но пока здесь опять же никаких отложенных лидеров ставить не буду, буду пока просто наблюдать. По австралийцу опять же общий тренд сохраняется восходящий. То есть здесь покупки остаются в приоритете, но цена несколько перекуплена. То есть скорее всего опять же более оптимально здесь было бы присоединиться к данной паре после того, как мы видели бы коррекцию за область как раз справедливой цены, которая показана в данной срединной линии, которую мы видим на индикаторе Кёльтнера на данном канале. Соответственно здесь опять же пока мы видим попытки начало восходящего движения. То есть вчера все-таки цена смогла закрепиться выше максимумов понедельника, что в принципе нам дает зеленый свет на покупки, но цена достаточно перекуплена. То есть здесь я какой-то второй позиции открывать пока не буду. Ну и собственно то же самое по новозеландцу. То есть у меня была здесь одна попытка купить в принципе, то есть заходила достаточно небольшим объемом, но быстрого импульса мы не получили. Соответственно вот этот боковик он фактически также и сохранился. Как один из, ну как одна из ситуаций, которую здесь я в принципе для себя отметил, возможно в следующий раз при подобных случаях, да вот при подобных боковиках стоплост лучше убирать за как раз минимальное значение вот данного диапазона, а не за последний уровень, тем более вот если они совпадают. Ну и входить как можно ближе как раз данному уровню. потому что сейчас, да, то есть как мы видим, что цена фактически получила, да, вот это направление, которое у нас и пока, пока сохраняется, да, но сработал мой стоплост, он был как раз за минимальным значением 26 числа. Если бы я его поставил за минимум 15 числа, это было бы не такое большое расстояние, но вероятность того, чтобы он сработал была бы меньше. То есть ну вот такие моменты как раз позволяют для себя брать на вооружение какие-то новые ситуации и стараться их торговать также в будущем. Золото. У нас продолжает золоторост. Сегодня мы видим новый локальный максимум уже 1786. Практически подходим к историческим значениям. Давайте глянем на месяц, где у нас был как раз исторический максимум. Его мы видели на 1928. Фактически мы уже довольно таки близко к этому уровню подбираемся. То есть опять же золото сейчас вновь начинает привлекать инвесторов. Возможно из-за неопределенности на фондовом рынке, из-за как раз ситуации с коронавирусом. То, что опять компании могут начать закрываться. Именно вот эта вся неопределенность она вызывает также приток инвесторов уже непосредственно в золото. А теперь по фондовым индексам. То есть как раз вот то, о чем я говорил. То есть мы с вами видим фактически да, мы с вами видим восходящее направление. Но последние две недели, то есть фактически всю вторую половину июня у нас не было никакого ярко вооруженного направленного движения. То есть рынок шел то вверх, то вниз и амплитуда колебаний была крайне низкая. Сейчас, если взять последние движения, то здесь мы смотрим все-таки больше наверх. Цена удерживается выше по индексу DAX, выше уровня 11959. Вчера были локальный максимум. Сегодня тоже выше торговались, выше максимальные значения вчерашней торговой сессии. Собственно пока у нас есть предпосылки к росту. Но заходить пока не очень комфортно. Опять же по индексам мы сейчас торгуемся по чуть выше справедливой цены. То есть лучше заходить все-таки ниже области данного значения. То есть покупать где-то по 11588 было гораздо более интересно. Но если цена не дала такой возможности, то собственно нужно искать вероятно новую для этого ситуацию. Ну или продавать уже выше данного уровня, если на это появляются как раз такие паттерны. По S&P 500. Ситуация тоже похожа. Тоже мы торгуемся достаточно близко к справедливой цене. То есть покупки где-то по 2960, по 2970. Они здесь были бы интересны как раз на продолжение тренда. Но пока здесь я их тоже открывать не буду. Вчера мы смогли закрепиться выше максимум, которые были как раз сформированы 29 числа. Что нас фактически сейчас приводит в фазу восходящего движения. Ну и будем здесь надеяться на то, что сезон отчетов США он даст как раз новый виток, новый импульс, который позволит уже собственно двигаться дальше. По нефти здесь мы видим довольно таки планомерное восходящее движение. То есть пока без каких-то резких спадов, без каких-то резких восходящих движений. То есть месяц закрылся приростом порядка 15% по CFD на нефть марки Brent. То есть сейчас мы рассматриваем. Поэтому здесь пока общее движение также сохраняется восходящим. То есть пока наверное новые случаи заражения коронавирусом США не особо сильно пока на нефть не повлияли. Но вполне вероятно, что в ближайшее время тоже это может произойти. Поэтому здесь нужно быть аккуратным. Но пока последние два месяца тенденция у нас сохраняется восходящая по данному активу. А также пользуясь случаем расскажу о своей покупке, которую я сделал в дивидендной портфеле. Я как раз ждал конца месяца, потому что рынки корректировались. И для меня была интересна ситуация как раз купить по наверное самой минимальной цене, которая могла на рынке произойти. И вчера я купил, сейчас я переключаюсь на свой как раз инвестиционный счет. Вчера я сделал новую покупку и купил акции компании Caterpillar. И в принципе ситуация была довольно таки интересная с точки зрения, то есть я проанализировал достаточно большое количество компаний. То есть порядка 60 компаний, которые являются дивидендами. То есть дивиденды аристократы. И вот эта компания из всех мне показалась наиболее перспективной. У нее не очень большое соотношение PI. То есть цена прибыли довольно таки оптимальна. Плюс довольно таки небольшая долговая нагрузка. Плюс у компании есть кэш, что поможет как раз в непростых ситуациях. Ну и в принципе цена скорректировалась. То есть вот сейчас мы видим вот это восходящее движение, которое у нас было. И в области поддержки как раз я данную компанию купил. Вообще в целом здесь ситуация у меня следующая. То есть пока как раз после тех коррекций, которые были на рынке, плавающая прибыль составляет порядка 118 долларов. То есть это именно по ценам открытия. Есть несколько компаний, которые находятся в просадке. Пока это Rayton Technology. Но они получили не так давно госзаказ достаточно большую сумму. То есть я думаю, что это поддерживает котировки. Ну и также компания People's United Financial. Это финансовый сектор, который фактически под давлением федеральной резервной системы, который порекомендовал отказаться от выплат дивидендов, отказаться от buyback. Ну и в целом вся отрасль финансовая тоже просела. Но пока по данной компании все тоже выглядит довольно-таки неплохо. Посмотрим, что будет уже на отчетах в этом ближайшие три месяца. Мы как раз за этим будем следить и смотреть, как эти компании тоже будут отчитываться. Если для вас этот подход тоже интересен или вам хотелось бы за ним следить, то подпишитесь. Внизу есть ссылка на канал «Как инвестировать в акции». Соответственно, там скоро выйдет уже более детальное видео по акциям Caterpillar, то есть уже более детальный разбор. Я расскажу о самой компании, о том, что сейчас происходит именно по ключевым показателям, ну и что компания планирует делать дальше. Поэтому подписывайтесь и новое видео скоро появится. Ну а на сегодня это все. Всем желаю хорошего дня, хорошего месяца. Не забывайте ставить лайк, если вам нравится это видео. Нажимайте на колокольчик, чтобы получать уведомления. Ну и ваши вопросы, которые появляются, оставляйте в комментариях. С вами был Исаков Роман, компания Дмиро Маркетс. Всем спасибо и до свидания.